Гомель Других клиентов У окошка кассы появился прячущее лицо Под шарфом посетитель В руке он демонстративно держал предмет Похожий на пистолет Здравствуйте 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 И что это такое? Денежки давайте Эта запись впервые демонстрируется публично Согласитесь, совершенно не похожа На сцены ограбления банка из кино Вежливо поздоровался Рубли и валюту уменьшительно-ласкательно назвал денежки Если нажмете кнопочку Ваши родные сегодня не придут домой Десять минут можете вызывать Вы слышали? Мы не шутим Я ничего не для меня Мы не шутим Позже следователи подробно разобрались Что налетчик подразумевал под этим мы Себя и свои долги Страсть к азартным играм Неумение жить посредством Превратили в целом положительного парня В длительную головную боль Уголовного розыска целой области Работал он у индивидуального предпринимателя Скажем так В сфере строительства Не привлекался к административной ответственности Женат, имеет двоих несовершеннолетних детей То есть в принципе абсолютно положительные характеристики Для первого налета Станислав позаимствовал машину у тестя Купил игрушечный пистолет Допычу за месяц пустил в онлайн-казино И букмекерских конторах Кредиты не погасил и решился на второе ограбление На этот раз выбор пал на отделение банка в агрогородке Бобовичи 2 марта Станислав приехал туда на машине матери С новой покупкой из детского мира Только там кассира предметом, похожим на пистолет, испугать не удалось Девушка, не задумываясь, нажала тревожную кнопку Налетчик ретировался Нашлись свидетели, которые видели и его, и машину Вскоре Станислава задержали На следствии молодой человек не стал отпираться Улик против него было более чем достаточно Суд Гомельского района посчитал вину доказанной И приговорил горе-налетчика к 6 годам лишения свободы У Станислава еще есть возможность обжаловать вердикт Субтитры создавал DimaTorzok